Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я вместе с вами хочу распаковать свой заказ, да, вот такую коробочку из интернет-магазина L'Edual. Ну а прежде пару слов хочу вообще сказать по поводу этого магазина вообще в целом. Напишите, любите вы этот магазин или нет. Я люблю его только за цены. Для меня плюсы на этом на самом деле заканчиваются, потому что тот магазин, который находится недалеко от моего дома, там очень маленький ассортимент. Там в основном представлена профимерия, то есть такие декоративные косметики, практически ничего из того, что я хотела бы, нет в наличии. И меня это всегда очень расстраивает, особенно когда есть какие-то скидки. Что касается интернет-магазина, тут тоже все на самом деле очень интересно. Я живу не так далеко от самого города Санкт-Петербурга до ближайшего магазина L'Edual. Мне ехать примерно где-то, наверное, минут 30, может быть, на машине. И доставка ко мне не ездит. То есть я не могу оформить с доставкой на дом. Также я не могу оформить почему-то с самовывозом из магазина. Я могу только оформить доставку до пункта выдачи. Пункт выдачи – это Почта России. То есть Почта России отправляют. Ладно, приходит за буквально 3-4 дня. В принципе, я достаточно быстро все получаю. Но и в этом есть маленький нюанс. Я могу заказать только 5 предметов, наверное, можно так сказать, 5 позиций. Количество общее не более 5 штук. Вот. Тоже на самом деле для меня очень странно и непонятно. То есть, например, какие-нибудь там карандашики для губ там или что-то такое. Да, все это уже получается, ну, всего 5 позиций можно заказать. Для меня это на самом деле несерьезная какая-то история. Но да ладно. Все равно я там заказываю еще, потому что там есть моя любимая марка – Марка Калистар. Я очень ее люблю. И многие продукты, которые я пробовала от Марка Калистар, ну, практически все мне очень нравятся. И как раз-таки в этом заказе у меня есть один продукт от Марки Калистар. Я его приобретаю уже не первый раз. Это, наверное, мой третий, может быть, тюбик. Может быть, даже четвертый, наверное. Это самый лучший крем для рук. Это супер крем для рук. Я его использую на ночь. Он как бы идет и дневной, и ночной. Я вам все поближе покажу. И, конечно же, также я вам оставлю все ссылочки внизу в инфобоксе. Вот он мне пришел вот такой запакованный. И вот так вот выглядит этот тюбик. Крем для рук просто потрясающий. Он такой достаточно жирненький. Именно поэтому я его наношу только на ночь. Но это реально спаситель для рук. Вот так вот он выглядит, кремушек. Он такой как бы немножко вроде как гелевый, но он достаточно жирный и достаточно плотный. Но это реальный спаситель для моих рук. Потому что у меня вообще кожа сухая, и этот крем просто меня спасает. У него аромат такими, знаете, какими-то то ли ягодками он пахнет, то ли чем-то таким. Не совсем я, на самом деле, понимаю, что это за аромат. Вроде и зеленый такой, вроде и какие-то ягодки. Но если вы ищете хороший крем для рук, если у вас сухая, огрубевшая кожа, я вам очень советую вот этот крем. Я с огромным удовольствием его купила вновь. Здесь 100 миллилитров, и хватает его, поверьте, надолго. Я его наношу только на ночь. И месяца на три, наверное, точно мне хватает вот этого тюбика при ежедневном использовании. Так что кремушек этот просто классный. Я вам всем, девочки, советую. Здесь нарисован виноград. Может быть, виноградом так пахнет? Ну, каким-то неспелым виноградом, если что. Вот, чем-то таким зелено-ягодным. Выстанавливающий крем для рук и ногтей день и ночь с экстрактом вина савиньон. Ну, и, конечно же, в этом заказе у меня есть парфюмерия. И аж целых два парфюма, которые я тестировала в магазине. И одного, один из них был только в объеме 100... Не 100 миллилитров, в общем, в максимальном объеме. Я покупать в максимальном объеме пока что не хотела. Почему не хотела? Признаюсь честно, потому что на эти парфюмы это новинки. И на них нет скидки в 50%. На них стоит, ну, скидка по карте только, да, сколько там, 25%. В общем, стоит полная цена, поэтому я решила, что я не буду их пока покупать, дождусь. Но очень хотелось этот парфюмы, и я решила купить малютки. Как раз я их разношу, посмотрю, понравятся мне или нет. И хотя я их тестировала, я знаю, что они мне должны понравиться, но как в носке, надо будет, конечно же, к ним посмотреть. И первый из парфюмов это Estee Lauder Beautiful Magnolia. На самом деле очень... Тут есть всякие штрих-коды, всякие надписи. Сейчас мы вместе с вами распакуем и протестируем. Вообще, после того, как вам привезли вот парфюмерию, да, какую-то, обязательно она должна постоять какое-то время дома. И только потом ее нужно тестировать. Я только недавно получила. Вот-вот у нас уже на дворе вечер. И решила сразу снять для вас распаковку, видите, полностью запакованный. Но он должен настояться. Раньше, когда читала, когда там кто-то про это говорил, думала, ну, какая-то ерунда. На самом деле, сейчас я поняла, что это действительно так оно и есть. И действительно, оно должно настояться. Вот так вот выглядит маленький флакончик. Здесь у меня 30 миллилитров. Флакончик, кстати, очень классный. Мне он очень нравится. Немножко такой на ретро похож, да. Может быть, я остановлюсь на 30 миллилитрах и не буду покупать больше. Я не знаю пока что. Но... Ой, кто любит аромат с магнолией, вот это прямо обязательно потестируйте. Это новинка, да, насколько я поняла, у Estee Lauder. Очень вкусный аромат, девочки. Он... Но здесь не чистая магнолия. Здесь немножко он такой свеже-свеже-цветочно-сладковатый такой аромат. Ой, очень вкусный. Мне безумно он понравился. И я с огромным удовольствием, наверное, сейчас весной и использую вот эти 30 миллилитров. Посмотрю как по стойкости, посмотрю как в носке, как он будет дальше раскрываться. Потому что всё-таки, когда тестируешь в магазине, немножечко это не та история. Поэтому я с огромным удовольствием буду пользоваться этим. Но он такой, да, цветочный, сладковатый. Какие-то ещё нотки у него такие примешиваются к нему. Но в то же время свежие, неудушливые. Вообще ароматы с магнолия мне очень нравятся. Они прям обалденные такие. Нежные, женственные. Такие прям весенние. Хотя и летом, мне кажется, тоже будет хорошо заходить этот парфюм. Потому что здесь не только магнолия. Здесь что-то какая-то свежиночка ещё такая есть. Год выпуска аромат 2021 год. Группа ароматов цветочные. Верхние ноты лодос, магнолия, мате. Ноты сердца, гордыня, дамасская роза, магнолия. Базовые ноты кедр, мускус, сандал. И следующий аромат это от Moschino. Той-2. И это вариант, который идёт баблгам. Туалетная вода. Той-ту, правильно называется Moschino. Я всё хотела приобрести классическую версию Той-ту. Но как-то всё у меня почему-то не получалось. Я всё ходила вокруг, смотрела, смотрела. Потом увидела вот эту новинку. И поняла, что я просто не могу жить без этого парфюма. Такая классная розовая коробочка здесь. И сам парфюм, конечно, соответствует. Я не скажу, что это детский аромат. Я бы так не сказала. Только то, что флакон как бы детский, да, кажется. Вот. Потому что такой медвежонок здесь. Тем более он вообще розовый медвежонок. И кажется, что это детский аромат. Хотя я бы так не сказала. Здесь чётко стартует баблгам. Крышка тяжело открывается. Сейчас мы посмотрим, потестируем с вами. Ну вот чётко стартует именно баблгам. Вот эта жвачка, которая была, да. Она вот прям чётко. Первые ноты. Это жвачка баблгам. Это такая, как правильно называют, подобные, да, ароматы гурманика. Наверное, можно так выразиться. Ну вот она, жвачка. Просто, просто жвачка. Но потом он немножко переходит. Вот я хочу и поносить, посмотреть этот аромат. Потому что он дальше раскрывается немножко. То есть вот эта жвачка, она как бы уходит. Она стартует жвачкой. А потом он становится такой вкусно-сладкий. Но немножко вот эта жвачка уходит на второй план. Но это не детский аромат. Однозначно, девочки. Но такой аромат настроения. Аромат, наверное, весны. Когда хочется какого-то задора такого. И да, вот эта жвачка баблгам, она именно на старте. А потом он немножко другой. Вот я хочу посмотреть именно, как он будет раскрываться дальше. Потому что если моножвачка, то, наверное, это не очень будет интересно. Этот той-два, он, по-моему, жёлтенький, да, жёлтенькая такая водичка у него внутри. Я обязательно, наверное, всё-таки его приобрету. Но пока вот такую вот новиночку. Здесь тоже у меня 30 миллилитров. Год выпуска аромата 2021. Относится к группе цветочно-фруктовые. Верхние ноты засахаренные фрукты, горький апельсин, лимон. Средние ноты жевательная резинка, болгарская роза. Черника, персик, корица, имбирь. И цвет персика. Базовые ноты амбраксан, мускус, кедр. В коробке нет абсолютно никакого чека, нет никаких пробников, ничего вообще. Вот этим, конечно, магазин Ле Туали. Обожаю магазин Ле Туали именно вот за эту историю. Даже ни одного пробничка не положили. Ну как так можно? Вот. Да, он потом становится даже каким-то немножко таким дымным, что ли, не знаю. Но очень вкусный аромат. Советую потестировать. Но советую его наносить именно на кожу. Потому что он на коже немножко потом по-другому раскрывается. Таким что-то непонятное такое для меня. Но вот этот старт Bubble Gum, это такой старт для отличного настроения. Советую девочке присмотреться. Вот эти два аромата, они очень такие приятные. Это новиночки, да, в Ле Туале. Магнолия. Но здесь не чистая магнолия. Здесь что-то еще примешено, что-то такое свеженькое. Может быть, даже что-то зеленое. Какие-то еще цветы есть помимо магнолия вот в этом аромате. Но действительно очень вкусный от Estee Lauder аромат. Мне он очень понравился. Он такой нежный, свежий, такой романтичный. Даже, наверное, в какой-то мере. То здесь он такой более дерзкий. Да, вот сейчас уже начинает уходить вот эта жвачка Bubble Gum. И он становится такой более... Не знаю, какой-то дымный, что ли. Вот я его когда тоже нанесла на кожу, когда тестировала в магазине, мне тоже показалось, что он немножко такой дымный. Но не костер какой-то, не табак. Знаете, что такое непонятное? Оно очень приятное. Обязательно буду носить. И потом, если очень они зайдут у меня, то я обязательно, наверное, куплю большие версии. Но сейчас вот именно эти два аромата хочется наносить. Вот этот по настроению. И этот, конечно, тоже. Ну и, девочки, крем для рук. Часто вы меня спрашиваете в уход за руками. Вот он. Лучший крем для рук, который я когда-то пробовала. Я пробовала еще и от Clorans крем для рук, и какие-то еще крема. Я вам разные. Ну так из такой серии, как там Chanel или Chosé, да, или что-то в этом духе. Крема для рук я не покупала. У меня просто жаба душит, если честно. За такую стоимость приобретать крема для рук. А вот этот здесь 100 миллилитров. И соотношение цены и качества, мне кажется, отлично. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказ с интернет-магазин L'Etoile. Обязательно напишите, как у вас обстоят дела с магазином L'Etoile. Может быть, только у меня. Так, может быть, потому что я живу за городом. И поэтому вот такая вот у меня история. Ну вот как-то так. Вот, так что буду ждать обязательно в ваших комментариях. Также напишите, пробовали вы эти новые ароматы или нет. И как ваше впечатление у них. Вот, ну а я все ссылки вам оставлю внизу в инфобоксе, там, где я покупала. Покупала в магазине L'Etoile. И на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч.